Тема нашей передачи называется «Перед тем, как сказать «Да». И действительно во взаимоотношениях наступает момент, когда, ну, может быть, прежде всего один кто-то из участников уже чувствует назрел момент, когда нужна какая-то ясность, какая-то определенность. И этот момент, он настолько назревает, и иногда даже болезненным уже становится, потому что неопределенность действительно кнетет. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трех дочерей. Сегодня, когда мы рассматриваем вот этот вопрос, перед тем, как сказать «Да», мы имеем в виду ту ситуацию, когда взаимоотношения уже развивались, уже есть определенная готовность действительно соединить сердца. Так вот, все-таки, на какие же вопросы, очень важно ответить здесь, на какие моменты, это, знаете, как бы, вот, ну не то, чтобы в последний момент, но важно обратить внимание. Ведь это решение, которое вы принимаете, оно важно, судьбоносно, оно определяет, как вы будете жить, с кем вы будете разделять свою жизнь. Поэтому не помешает еще раз задуматься и оценить. И вот, первый, может быть, самый такой простой вопрос, который бы я обозначил, это «А как долго вы знаете друг друга?» Потому что, к сожалению, может быть, не так часто, но бывают ситуации, когда люди приходят и они, может быть, они уже решили, что «Да, мы предназначены друг для друга», но когда спрашиваешь «А как давно вы развиваете отношения?» И они говорят, что «Ну, мы вот три-четыре недели знакомы друг с другом, и при этом массу есть доводов, каких-то знамений, каких-то чудесных совпадений, каких-то моментов, которые они замечали, которые способствуют тому, чтобы они стали мужем и женой». Все равно думаешь, слушай, ну, этого недостаточно. Конечно же, бывают исключения, конечно, есть счастливые истории, когда это происходит, но в целом это важный вопрос, что взаимоотношения не развиваются быстро. Для настоящей любви, как мы говорили ранее, нужно время. И, может быть, даже пережить разные сезоны, когда чувства успокаиваются, когда это происходит не на пике эмоциональном, да, когда есть некая такая эйфория, «Все, без нее больше не могу жить!» Нет, это не тот момент, когда надо принимать решение, когда чуть-чуть поуляжутся чувства успокоятся, вот, и есть возможность чуть ближе узнать человека. Ну, это вот первый вопрос. Второй, который бы я обозначил, это вопрос, «Люблю ли я своего избранника или избранницу настолько, что я готов принять его с теми недостатками, которые есть?» Я думаю, что это очень важный момент, который мы всегда в предбрачном консультировании отмечаем. Люди делятся своими положительными качествами, негативными, теми слабостями, которые они знают за собой. И так происходит, это очень часто повторяется, что кто-то из них говорит, «Ну, да, я знаю эти недостатки, но когда мы поженимся, когда я выйду замуж, мы над этим обязательно поработаем, это обязательно изменится». Так вот здесь хотелось бы, чтобы мы избавлялись от иллюзий. Нет, вопрос стоит в том, готовы ли мы принять этого человека именно с этими недостатками, которые у него есть? Готовы ли мы жить, действительно принимая и не делая это, как, знаете, такая любимая мозольная, которую постоянно буду давить потом в последующем? Как это происходит? Ну, например, человек сам отмечает и говорит, «Ну, я вот как-то, знаете, не люблю чистоту и порядок». И вы, наверное, были, может быть, даже когда посещали родителей его, видели его такой уголок, где стол завален всякими бумагами, там все это неорганизовано. Но вы сам по себе человек очень организованный, любящий порядок, чистоту. И вы думаете, ну, вот когда женимся, когда выйду замуж, тогда у него точно будет порядок. Он будет смотреть на меня, будет делать этот порядок, и у него точно будет на столе порядок. Ничего подобного, как правило, не происходит. Речь идет о том, готовы ли вы принять этого человека, зная, что потом в последующем вашем доме будет тоже беспорядок, потому что не меняется человек так быстро. И вот эти недостатки, возможно, действительно, и очень важно задать себе вопрос. Готов ли я принять? Готов ли я жить с этим? И это касается самых разных областей, где у человека есть недостатки. Кто-то, может быть, образ жизни ведет не совсем здоровый, как вам кажется. Может быть, у кого-то питание другое. А кто-то, может быть, опаздывает регулярно. А вы человек пунктуальный, но вы не знаете, как себя вести. Вы думаете, что, ну как же так, ты опять в очередной раз опоздал на 15 минут. А он говорит, ну что такое 15 минут? Тут ничего страшного. Да, ничего страшного, но ты это делаешь уже в седьмой раз. И думаете, ну нет, когда мы будем вместе, тогда все будет хорошо. Тогда мы будем вовремя приходить. Нет, дорогие, я призываю вас задуматься, а готовы ли вы жить именно в таком режиме, что да, возможно, именно когда вы будете вместе одной семьей, вы будете опаздывать. Насколько для вас важно вот эта ценность, допустим, в этом случае, это быть пунктуальным. Готовы ли вы принять этого человека? Вот очень важно здесь снять эти розовые очки, когда мы смотрим только на преимущества, только на сильные стороны. А вот задумайтесь, готов ли я жить с этим человеком, зная его недостатки. И вы знаете, это не какая-то невыполнимая задача. На самом деле мы вполне можем принять, но решение лучше сделать заранее. Готов ли? Есть ли во мне сила, да, вот эта благодать Божья, которая покрывает любовью этот недостаток, восполняет его своим каким-то преимуществом? Очень важно вот это решение принять заранее, чтобы не было потом разочарования, что вот я думала, что он изменится, я думала, что она изменится. Нет, мы принимаем человека целиком. И, наверное, начать здесь надо с того, чтобы ответить самому себе на вопрос, а бывают ли люди совершенные, совершенные во всем. И, конечно же, ответ мы понимаем, не бывает. Мы сами имеем недостатки. И вот когда мы сами понимаем свое положение, тогда мы, скорее всего, и больше имеем милости к другому человеку, что мы можем действительно принять, простить. И тогда мы понимаем, что и другой тоже может также принять наши недостатки. Итак, задуматься заранее, готовы ли мы принять человека целиком с его недостатками. У нас сегодня в передаче гость Инна Караченцева, младежный служитель Церкви Слово Жизни, город Санкт-Петербург и основатель школы призвания «Путь». Инна Караченцева, основатель служения школы призвания, служитель Церкви Слово Жизни, город Санкт-Петербург. Автор программы по определению призвания «Распакуй мечту». Создатель первого в России пешего маршрута по поиску себя, путешествия по смыслам. Крым. Спасибо большое, что нашли возможность прийти и обсудить. Сегодня у нас очень интересная тема. Называется она так. «Перед тем, как сказать «да». Что вы думаете? Мы говорим вообще о взаимоотношениях между юношами и девушками. И вот такой вопрос. Это вопрос выбора. Что перед тем, как сказать «да»? Как вы считаете? Ну вот, если мы говорим про женский взгляд. Да, именно это интересует. Да, пожалуйста. Что же нужно делать? Прежде чем сказать «да». Ну, мое такое пожелание девушкам, наверное, желание, чтобы они обратили внимание на два момента. А первое, прежде чем сказать, ну, стать готовой сказать «да», я бы рекомендовала посетить семью молодого человека. Ну, как-то так бывает, что семью посещать, там, прийти к родителям, это так трепетно, и кто-то там, наоборот, этого как-то избегает до последнего. Но лучше всего всё-таки посетить семью и посмотреть, ну, не то чтобы на семью, а на то, как молодой человек относится к матери, относится, там, к сёстрам, да, как он относится к женщинам в своей семье. Потому что то, как он относится в семье, это то, как он воспитан относиться к женщинам. И, соответственно, дорогая, быть готова, что он к тебе так тоже будет относиться. Это очень важный момент, и тут надо посмотреть, ну, готова ли ты вот такую роль занимать. Может быть, ты совершенно иначе себя видишь, как свою роль в семье, как девушки, как жены. Поэтому очень важный момент — не бояться, а, наоборот, всячески стараться посетить его семью. Вопрос от юноши звучит он так. Как бороться с ревностью? Что делать? Я бы прежде всего сказал, обратите внимание на то, что является... Ну, понятно, что вы любите девушку, и поэтому у вас возникает вот эта ревность, когда увидите её с кем-то другим, как она смеётся, строит общение, о чём они там шушукаются, что они там это делают. Но я хотел бы, чтобы вы обратили чуть глубже внимание на себя. Является ли сама ревность таким чувством, которое уместно? Ведь ревность очень часто подчёркивает такое, знаете, недоверие. Это желание... Ну да, это выражение любви, но в нём есть такое недоверие. А что, если этот человек отвергнет мою любовь? Что, если кто-то другой завоюет эту любовь? И вы знаете, в этом чувстве есть что-то подозрительное. В этом нет ещё такой полноты любви к человеку, если мы не готовы взять и довериться ему полностью, и сказать, ну да, я доверяю, я доверяю, что ты можешь отвергнуть мою любовь, но моя любовь настолько сильна, что я желаю тебе быть счастливым человеком, быть любимым. И даже если это буду не я, вот здесь на самом деле вскрывается такой очень важный момент, такого глубокого отношения. Я всё-таки люблю, и в этом я люблю тебя больше я люблю. Или я люблю тебя, и я... Потому что я люблю. Я даже готов на такую жертвенность, что кто-то другой сделает тебя счастливой. Но если я увижу тебя счастливой с этим человеком, я приму это, соглашусь. И в этом будет моё выражение действительно настоящей крепкой любви. И даже вот в этом чувстве, когда оно есть, вот эта жертвенная любовь, вы знаете, чувство ревности исчезает. Потому что есть действительно искренняя такая любовь, о которой говорится в Библии, агапы. Это та любовь жертвенная, которая прежде всего помышляет не о том, что я могу что-то потерять в этой любви, а я могу действительно увидеть, как тот, кого я люблю, тоже счастлив. Поэтому я бы призвал вот с этим чувством действительно разобраться, не оставить его в стороне, потому что нельзя, я бы даже чётко сказал, нельзя с этим чувством вступать в семейные отношения. Это конфликт, это ненормально, когда потом, в последующем, вы будете постоянно подозревать, выяснять, что происходило, каким образом происходило, с кем общалось, почему, будете назвать. Это же постоянный контроль, и какая-то манипуляция будет происходить. А любовь подразумевает свободу, даже, ну не даже, а прежде всего для человека, которого вы любите. Поэтому с этим действительно надо что-то делать. И я говорю об этом, чтобы вы увидели причину, на самом деле, прежде всего вам, вам само, вас сама причина. Поэтому придите к Господу, обратитесь к духовным наставникам, ищите помощь, чтобы действительно избавиться, преодолеть это чувство. Потому что не преодолев его, я даже уверен, вы не сможете выстроить доверительные взаимоотношения любви с этим человеком. Поэтому обращайте внимание на это, и готовьтесь, и действуйте, чтобы изменить себя, чтобы это ушло. Да поможет вам Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!